Здравствуйте. На протяжении последних 30 лет мировое сообщество все-таки закрыло глаза на факт оккупации азербайджанских земель Армении и наличие одного миллиона азербайджанских беженцев. Вдаваться в причины этого мы не будем, они и так всем прекрасно известны. Но чем дольше мировое сообщество продолжает уходить от решения Нагорно-Карабахской проблемы, выступая с позицией «не вам, не вам, армянская сторона» еще больше активизируется на террористическом поприще. На днях в соцсети появился ролик, на котором изображено прохождение боевой подготовки террористов в оккупированном армянами азербайджанском городе Кельбаджар. На ролике видно, как примерно с десяток мужчин и женщин, вооруженных автоматами, совершают пробежку туда-сюда, проходя какую-то подготовку. Посмотрев на все это, начинаешь бояться за наш мир в целом, за тот мир, за то международное сообщество, которое всегда вначале не обращает внимания на появление определенных террористических, экстремистских, фундаменталистических организаций, поощряя их деятельность, а затем само же становится их мишенью. Сдержку этой мысли можно привести просто уйму примеров из недавнего прошлого. В свое время американцы поддержали появление на политической арене движения «Талибам», а потом появилась на арене ИГИЛ. Американский сенатор, политик Джон Маккейн виделся и обменялся в Багдаде пара фраз с неким Ибрахимом Самари, который в июне 2014 года провозгласил квази-государство под названием «Исламское государство». Западные структуры палец за палец ударили, чтобы предотвратить кровавое шествие по Ближнему Востоку ИГИЛ. В результате парни из этого ИГИЛ ворвались в дома испанцев, немцев, французцев и других европейцев. То же самое можно сказать и об Аль-Каиде. Точно так же западным странам и структурам дела не было до армянских террористов, взрывавших московское метро, потом перешедших на Бакинское метро, убивавших других турецких дипломатов. Здесь все это происходило не с ними. И сегодня, когда из Нагорного Карабаха, который превратился в единственный очаг подготовки и воспитания террористов, поступают сообщения в очередном успешно пройденном обучении ремеслу террористам. Следует не надеяться на какие-то западные структуры и страны, которые проспали свою собственную безопасность. Надо самим заниматься обеспечением своей безопасности. Азербайджан еще в конце 90-х, в начале 200-х годов устами своего президента Ильхама Алиева доказывал и показывал, как оккупированные земли Азербайджана превратились армянами в огромный террористический лагерь, который обеспечивает головорезами, убийцами, насильниками все горячие точки региона. Действующий президент Ильхам Алиев, не занимавший тогда поста президента, но будучи одним из ярких молодых политических деятелей, на фактическом примере доказал превращение Нагорного Карабаха, оккупированного армяновой, в огромный наркокартель, где вольготно чувствуют себя наркобароны всех мастей. Но глаз Азербайджана оказался глазом вопиющего в пустыне. Никто тогда Азербайджан не услышал. А возможно уже тогда, предприми международное сообщество, своевременные меры многих будущих негативных явлений и кровопролития, происходящих на нынешнем этапе, возможно, можно было бы и избежать. Но, однако, не избежали. Прохождение армянами террористической подготовки на оккупированных землях Азербайджана, в том числе и Кельбаджаре, говорит о слабости мирового сообщества. В неумелом ведении дел западными структурами, которые обязаны заниматься вопросом безопасности в регионе. Под боком у цивилизованной Европы оккупационный и сепаратистский режим на Горном Карабахе организуют подготовки для террористического интернационала, так называемого. Неровен час, когда народы региона Европы снова получат удар от терроризма, на этот раз снова от армянского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова